Президент страны С другой стороны, принять решение, чтобы обеспечить, чтобы экономика функционировала, чтобы не было резкого провала. И здесь, конечно же, это прежде всего деятельность крупнейших предприятий регионов. У нас, вы знаете, в регионе, с одной стороны, обстановка достаточно стабильная. Мы его стараемся контролировать, прикладываем для этого максимум усилий. Автобусы из городов и поселков Чувашии перестанут осуществлять соответствующие пассажирские перевозки. Для того, чтобы проконтролировать эту ситуацию, мы, значит, агломерацию Чебоксары, Новочебоксарск закроем постами ГБДД и сотрудниками администрации этих муниципальных образований. То есть пригородные сообщения мы оставляем, но оставляем в высеченном формате. То есть они будут работать, пригородный транспорт, два часа утром, два часа днем и два часа вечером. Как раз мы тем самым исходим из того, что люди доезжают на работу и уезжают с работы. Вот посты МВД и сотрудники администрации, которые будут на въезде в агломерации города Чебоксары, Новочебоксарск, естественно, будут пропускать автотранспорт в случае, если они обеспечивают вашу деятельность. То есть будут ввести какие-то материалы строительные, там, иные для обеспечения вашей деятельности. И я думаю, что если какие-то там накладки в первые дни будут возникать, то мы их оперативно будем отлаживать и настраивать для того, чтобы система вот буквально в кратчайшие сроки функционировала нормально. Мы специально отменяем с тем, чтобы у нас был меньший переток между муниципалитетами. И в случае, если у нас будет развиваться ситуация в отдельных муниципалитетах, чтобы мы могли купировать ситуацию в тех муниципалитетах, где эта ситуация будет возникать. Причем надо иметь в виду, что у нас сейчас достаточно большая миграция, которая идет прежде всего в сельские территории, ну и, конечно же, в города Чебоксары и Новочебоксарск за счет тех людей, которые осуществляют свою трудовую деятельность в городе Москва прежде всего. Потому что оттуда выезжают. Сегодня, может быть, вы читали, была информация, что за последние дни из Москвы на личном и ином транспорте уехало примерно 850 тысяч человек. Ну вот, соответственно, здесь и наша доля есть. И мы его наблюдаем из докладов глав администрации местного самоуправления. Сотни человек приезжают на свои места постоянного проживания. Ну и, конечно же, это тоже для нас является зоной риска, и мы тоже с ними работаем. Поэтому, исходя из того, что две недели инкубационный период, поэтому следующие две недели, они будут достаточно сложными и для нас напряженными. Мы максимально упростили, значит, возможность обеспечения легитимности передвижения людей. Первое. Вы можете выдать своими решениями справки. То есть, причем справки мы специально в форму не утверждаем, в свободной форме. Такой-то человек является сотрудником такого-то предприятия, и он соответствующим образом выполняет трудовую деятельность в рамках вот этого ограничительного периода. Мы усиливаем контроль. Почему это нужно? Потому что мы усиливаем контроль за соблюдением самоизоляции. А вот именно вчерашний факт нам, от нас требует принятие такого решения. Для этого мы уже сегодня запустили режим контроля по мобильным телефонам. Он пока работает где-то, может быть, даже в тестовом режиме, но полностью заработает в начале следующей недели, где-то в вторник, в среду. Очевидно, мы, значит, обеспечим с понедельника полную работу общественного транспорта в муниципальных образованиях, внутри муниципальных образований, с тем, чтобы люди могли доехать на рабочие места. Заработают детские садики. Мы первоначально, я уже дал поручение, открылись максимальное количество садиков. Посмотрим, как они будут заполняться. И после того, как мы зафиксируем статистику, соответственно, уже будем оптимизировать группы в этих садиках с тем, чтобы, с одной стороны, люди, которые у вас работают, смогли оставить своих детей под присмотром. И вот этот период, если как минимум две недели мы с вами выдержим вот такой достаточно жесткий дисциплинарный формат организации работы, то там уже у нас будет видно, как будет развиваться ситуация. И если к этому времени, естественно, ситуация будет развиваться по пути налаживания, как бы, к тому, что будет сокращаться у нас и не будет появляться новых фактов заразившихся, конечно же, мы и многие ограничения, которые сейчас действуют, снимем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова